Всем привет, друзья! Сегодня у нас ролик от Кива 2013 года. Сегодня я буду устранять последствия своего прошлогоднего майского заплыва. Ссылку на ролик сейчас можете видеть в верхнем правом углу экрана. Конкретно буду сегодня на место ставить улучшитель предпускового подогревателя. Также, надеюсь, в скором времени у меня дойдут руки и поменять угловой кронштейн крепления бампера. Как вы помните, родной кронштейн у меня разлетелся на три части. Средняя часть вообще отсутствует. Когда я поставил на место бампер, сидел он достаточно неплохо, но со временем от вибрации, от тряски, в месте сломанного кронштейна, как вы видите, образовалась вот такая вот щель. После замены кронштейна, думаю, проблема исчезнет. Но это тема уже другого ролика. Итак, вот мы под бампером. Если помните, вот сюда у меня был закреплен глушитель этот. Соответственно, бампер вот так вот висел. Все это показано в прошлом видео. Вот он сам, предпусковой подогреватель. Вот видно оборванную трубку, которая шла на глушитель. Соответственно, она шла вот так. Вот так вот шла. Здесь стоял сам глушитель. И от него выходила еще небольшая трубка. Сейчас будем все устанавливать в таком же порядке. Естественно, сохраняя крепление бампера. Вот этого болта не было. Вот этого болта тоже не было. И не было такого же с правой стороны. Вся эта юбка висела. Выкручиваем болт. Вот так вот я его буду ставить. Так, в принципе, стоял он и раньше. Но закрученный болт держал только глушитель. А вот эту вот юбку он не держал. И совершенно понятно, почему. Видите, здесь не совпадают отверстия. И вот оно, это отверстие. И если вот так вот все наложить, оно чуть-чуть не совпадает. Соответственно, тут два варианта. Либо увеличить отверстие в пластике. Либо немножко подрезать выступающий край пластика. Либо взять более длинный вот такой вот кронштейн. То есть, если мы возьмем его подлиннее, то здесь уже, видите, глушитель упирается в защиту. Ну, конечно, это не критично. Можно было бы это сделать. Но я решил, что чуть-чуть подрежу пластик. Рассверливаем отверстие под нужный болт. Готово. Подрезал немножко пластик. Вот так вот получилось. В принципе, отверстия уже совпадают. Не очень удобно одной рукой их совмещать. Но если двумя руками поправить, все четко. Снимаем оторванную трубку на выходе подогревателя. Как плотно сидит. Конкретно оно тут так все прикипело. Придется отдирать. Долго ковырялся. И снова меня выручают переставные клещи. Вот только с их помощью удалось вот это вот все снять. Была куплена такая специальная гофра, которая предназначена специально для предпусковых подогревателей. Сейчас я отмерил длину. Отрезаю. И устанавливаю потерянный кусок. От предпускового подогревателя до глушителя. Где-то в луже я его тогда потерял. Отдеваем хомут. Берем глушитель. К сожалению, силового хомута не хватило. Он не смог плотно затянуть гофру. Пришлось использовать червячный хомут. Хорошо, что он вообще у меня был. Ну, здесь, в принципе, силовой не особо-то и нужен. Я думаю, достаточно будет и этого. Все, значит, отделим на глушитель. Одеваем сейчас другую сторону на сам подогреватель. И устанавливаем глушитель на место. А да, давайте сразу еще оденем выпускную гофру. Чтобы потом к этому не возвращаться. Все. Можно вставить. Все, одеваем гофру на подогреватель. Оп. Затягиваем. Побрызгаем на болт медной смазки. Наживили глушитель. И затягиваем. Ну вот и все. Глушитель установлен. Тут он держится крепко. И бампер тоже закреплен крепко. А я на этом с вами сегодня прощаюсь. Ставьте лайк. Подписывайтесь на канал Груз ВКонтакте. Оставляйте комментарии под видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok